Смотрите, какая Олега красивая. Сейчас вышла на прогулку вечером. И вот остановилась, чтобы вам снять. Плющ какой-то красный вьется. Сверху наподобие кленов деревья. Желтые красивые. Здесь новый какой-то участок дороги, поручни. Здесь сад такой красивый. С камнями. Смотрите, 63 и дом какой красивый. Видно? Туда дорожка ведет. Очень красиво. Здесь, конечно, крутые спуски. Такие крутые спуски. Вид-то у них красивый будет с горы. Но спуски здесь, вот туда вниз. То есть вот крыша, смотрите, на уровне дороги. Туда вниз, ух, такие холмы. Это у нас район называется Кройден. А соседний район называется Кройден-хилл. Кройденские холмы. Час не пропить его туда вход. И вот такое дерево. Красивое. А это вот запах. Такой знакомый, как она пахнет. Кашка такая у нас тоже в России есть. Бузина, что ли. Да, это она с синенькими ягодками. Бузина, наверное. День с утра был холодный. А сейчас, знаете, днем хорошо было. А сейчас так прохладненько становится. У них все равно как-то не ладно. Ну вот такая маленькая еще вам прогулочка сегодня. Маленькую зарисовочку я вам выложу. Смотрите, какой кустарник. Кустарник-дерево называется Боттл Браш. Вот такие хорошенькие, желтенькие. Они красного цвета бывают. Нет, наверное, это другое дерево похоже. А может, из этого семейства. А сухие они вот такие вот коричневые. А свеженькие вот. Смотрите, какая-то. Ну так, не очень колючая. Ну и не очень мягенькая. Такое дерево-то красивое. Кустарничек. Смотрите, как темнеет. Интересно, горят фонари. Это наши станции. Где ходит электричка и с той стороны автобусы. Птиницы галдят. Слышите? В общем, жизнь-то вроде так продолжается как в нормальную. Но парад совсем ненормальный. И когда и чем все это закончится, нигде никто не знает. Ммм, птички. Там полиция ходит. Руки в карманы. Так, сегодня у нас день просто, которому можно позавидовать. Я опять пошла прогуляться. Сегодня обед. Обед у нас вторник или среда? Среда. Вторник. Ну и вторник. Там на батуте девочка прыгает. И вот взяла вас опять с собой. Иду по своему району, но по тихим улочкам. Как мне, Мариночка, советует все. По тихим улочкам покажу вам то, что сама вижу. Красивые такие сады, красивые кустарники, воздух свежий, тепло. Вечером, ночью вернее прохладно было. Я вчера даже вечером немножечко кондиционер включала, погрела. Вот прям новый газон. И дом-то новый, видно. Вот видите. Все так они посадили. А утром сегодня пока постирала. Пока какие-то дела поделала. Вот вышла сейчас. Тут магнолии скоро расцветут. А вот рост сколько в саду. Только пострижено неправильно. Их ниже надо стричь, чтобы красивые цветы были. А это вот цветет, как горошек такой душистый, красивый. Смотрите, какой кипарис. Там тоже кипарис. Для тех, кому кажется, я очень быстро иду, вы уже не обессудьте. Все-таки для меня это зарядка. Поэтому немножечко надо не совсем так семенить. Все-таки для здоровья. Я опять мороженое сейчас поела. Но прям с этим мороженым не покупать не надо. Вчера ела и сегодня. Вот олейка какая красивая. Видите, вход в дом. Сегодня у нас все вон вывозят мусорные баки, которые для сада. И в саду работают обычно так люди. И кто, когда в день приезжает машина, накануне забирает. Вот видите, выставлены баки. Вот это маленькие для мусора. Вот такие для ресайкл. С голубой крышкой в нашем районе. Для ресайкл. А с бордовой крышкой для зеленого мусора. То, что в саду вы обрезаете и нарезаете. Какие-то красивые шишечки. А медленно, конечно, не ходить не получается. Так стараюсь побыстрее. Кому-то наоборот. Хочется больше увидеть. Вот знаете, хочу сказать. На живого человека, правда говорят, не ходишь. Да, я опять возвращаюсь. Потому что эта тема все время всплывает. Вот я опять к Маронду вышла. Вот эта дорога. Скоростная. И потом поверну направо к нашему дому. Это тема со стрижкой волос моя. Вот сколько людей, столько мнений. Кто-то написал. Значит, Марина, это вам хейтеры посоветовали. Так вроде постричься и не краситься. И там столько-то людей пальчик вверх поставила. Вроде действительно. Надо, что вам так плохо, вы их послушали. Одна вчера вообще написала. Ну, наконец-то. Исчезло гнездо. Не пойми, каким цветом. Я вообще думаю, что это она не про меня. Думаю, может, перепутала. Она говорит, нет, нет, про вас. У вас было с одной стороны выбритое, с другой не пойми, какой цвет. А кто-то наоборот говорит, Марина, так хорошо. Вот с седыми натуральными. Кто-то говорит так хорошо, что пострижено. Наконец-то постриглось. Короткие, длинные тебе не надо. Вот смотрите, это монетное дерево. Скоро зацветет причем. Видите, как красиво сделали заборчик. Вот туда. Вот, то есть, вот старый дом. Вот видите, старый дом. Вот этот весь участок, весь участок. Вот этот старый дом. И дальше они строят юниты. Раз, два или один там. И гараж в конце. Вот на большом участке строится так. А вот весь снесли, вот участок. Поэтому построили раз, два, три юнита. У каждого свой гараж, естественно. Участок земли совсем маленький. Вот впереди такой большой. Ну, я так думаю, он на всех. Потому что земля, скорее всего, общая. Они называются юниты. Вот какой дворик красивый. Значит, сколько мнений, сколько людей, столько мнений. И она пишет, да. Говорит, нет, нет, это я про вас говорила. Поэтому не угодишь. Вот если вы хотите что-то для себя делать, или какой-то вопрос у вас, не спрашивайте. Решайте сами. Что вам душа подсказывает. Как вы себя чувствуете, комфортно или не комфортно. Сейчас вот розочку покажу. Какой цвет красивый. Такая вообще чайная. Ах, нет, нет, неинтересно. Да, аромат такой красивый, хороший. Задают вопрос. Причем в вопросе личного характера. Я человека вообще не знаю. Как бы вы, Марина, поступили? Как я могу вообще судить о ситуации, которые я вообще не знаю. В каждой, сами знаете, в каждой избушке свои погремушки. В каждой семье свои скелеты в шкафу. Каждая семья живет так, как она может. Как у них уже устаканилось. Как у них сложилось. Притерлись они друг другу или нет. Или проблемы. Ну и проблемы в каждой семье разные. У кого-то чуть повысил голос, там уже жена вобмар падает. На развод подает. А кого-то колотит, лупит. И бегают, прячутся по соседям. Вот у нас такая соседка была. И всю жизнь живут. Смотрите, какие красивые. Как будто мальвочки. Да, такой кустарник. Если его стричь, они низенькие. А если его не стричь, вот смотрите. Он такой высокий-высокий. Вот сюда он пошел. Вот здесь все у нас так. Но очень симпатичный. Прям на мальву похоже. Грузина, это я вам ее показываю каждый день. Он такие красивые. Смотрите. 18 долларов. Розовый, фиолетовый. А вот махровый какой красивый. Вот какие красивые. Розовый и красненький. Скоростная дорога. Марунда. Хайвей называется. Марунда. А вот как кустарничек цветет. Маленький, такие хорошенькие. У этого кустарника такой запах хвойный. А вот там у нас гора. Смотрите, какая красивая. Хочу спросить. Пишите под комментарием. Ой. Пишите под видео свои комментарии. Что у вас происходит с карантином. Мне интересно знать. И я думаю, всем зрителям будет интересно знать. Пишите, не забывайте писать, откуда вы. И что у вас происходит. Что вы видите на самом деле. Идем мы к концу этой эпидемии. Или мы где-то застряли еще. Мне хотелось бы знать. Хорошо? Эту улицу вы знаете. Я думаю, она вам уже знакома очень хорошо. Если не надоело, вам эта улица напишите. Скажите, Марина, она надоела. Нам ее больше не показывать. Ладно? Я тогда, если в другой месте пойду, буду показывать. А если в это, я уже больше показывать не буду. Ну, сегодня такой день, что я просто не могу вам не показать красоту такую. Сейчас клен покажу какой. Смотрите. Какой красивый. Вот он облетает. Я в прошлый раз... Мы где-то шли. Я сказала, ой, вот листья облетают кленовые. А был там дуб. А здесь и дуб, наверное, и клен. Судя по листьям. Да? Ну, вот дуб с другого листья. А клен где? Вот он дуб. Здесь такие большие шишки падают. Желудь. И очень много опоссумов. Прямо жрут их. Потому что, видно, когда утром идешь, такой опоссума продолговатые такие валяются какашечки. Теперь опять вам покажу розы свои. Желтые. Смотрите. Какие красивые. Вот такая расцвела. Ну, пахнут, нет. Ну, нежный-нежный такой парфюм. Парфюм. Очень нежный. Вот уже отцвела. Попереки китайцы надо вот так раз. И кидаться. Ну, все. Все, мои рыбочки. До свидания. Любите и будьте любимы. Пока.